Сегодня в порядке слов лекция Борисовского, российские протесты, как часть мирового финиса. Коротко, просто и ясно. Ну что ж, я думаю, что с формальностями покончено, можно начинать уже переходить к разговору по существу. Я думаю, что тема протестов будет в этом году самая модная и самая популярная уже весь остаток года с нами прибудет. И понятно, что протесты, естественно, подаются в оппозиционном дискурсе, как некое проявление того, что общество терпело, терпело, больше терпеть не может. И всех достала коррупция, всех достал авторитаризм, всех достала неэффективность этой власти. И просто даже тот простейший факт, что одни и те же люди, одни и те же лица все время мелькают в экране телевизора и просто нам надоели. Ну, собственно говоря, вот эта тема достала, ее пытаются тоже использовать более или менее политически, но она эмоционально, в общем, вполне понятна. То есть это результат наших внутренних политических процессов. Прежде всего, результат того состояния, в котором находится политическая элита страны, именно политическая, по чему-то, ну, плюс вот те полтора-мурого десятка людей, олигархов и коррумпированных чиновников, которые вокруг власти сплотились. Это интерпретация позиций и интерпретация событий, как исключительно внутренних, исключительно порожденных нашими собственными бедами, проблемами и тем, как мы развивались последние 17 лет. С другой стороны, понятно, что власть будет всячески пытаться сказать, что все это наносное, все это из-за границы, все это какие-то там агенты госдепа, вражеские силы, внешние. То есть никаких внутренних причин для протестов нету, или они есть, но, в общем, все равно это не самое главное. Самое главное, что какие-то внешние силы пытаются наши отдельные частные временные трудности использовать. Ну, это понятно, обе заготовки уже давно существуют, они продолжают сюжеты, которые были использованы уже в 2011-2012 году, и, по большому счету, ничего нового не тут и там нет. Что, на мой взгляд, принципиально важно, это то, что на самом деле обе эти версии отражают полное нежелание обеих сторон понять, что в происходящий в России процесс является частью глобальных перемен, которые сейчас только начинаются, и которые даже еще не достигли своего греба. Иными словами, мы на самом деле сталкиваемся с огромной исторической волной, волной социальных, экономических и политических перемен, которые охватывают в той или иной мере весь мир. И наш случай, это лишь частный случай того, что происходит в глобальном масштабе. И поэтому, с одной стороны, понятно, что протесты никоим образом не инсперированы никаким госдепом, никакими внешними враждебными силами, которые, кстати говоря, я думаю, сейчас уже наблюдают за происходящими нас событиями с таким вот очень недоумением, как и сами власти. Потому что, если действительно в 2011-2012 году можно было видеть какие-то западные заготовки относительно того, что делать в России и как работать с российской политической ситуацией, то очень четко видно, что сегодняшняя западная элита находится в состоянии некоторой простракции, потому что у них более чем достаточно собственных проблем. И по большому счету даже та антироссийская истерия, которая была характерна для избирательной кампании в США сейчас при борьбе Клинтона и Трампа, это была вовсе не некая такая вот стратегическая заготовка по борьбе с Россией, а наоборот паническая реакция на внутриамериканские трудности, на неспособность правящего класса отреагировать на сложившуюся ситуацию. И по существу как раз в данном случае американцы, либеральные причем американцы, что очень интересно, именно демократы, пытались использовать для внутренних своих дел те идеологические штампы, идеологические подготовки, с которыми российская власть и российская администрация вела борьбу против своей оппозиции на протяжении последних 5-6 лет. То есть, что это такая за история с русскими хакерами, внешним вмешательством, рука Москвы всюду, которая влияет на поведение политических участников процесса в США, теперь же во Франции. Что это такое? К большому счету это такой топорный плохой перевод с русского. То есть то, что нам про Госдеп рассказывали, там рассказывают про руку Путина. Опять же, конечно, это наложилось на старые штампы относительно руки Москвы еще со времен Холодной войны, но опять-таки, если даже внимательно почитать тексты времен Холодной войны, даже времен Маккартизма, что поражает в том числе пожилых американцев, которые пережили Маккартизм, что даже в времен Маккартизма ничего подобного не было. Таких топорных, идиотских, штампованных и явно переводных обвинений в адрес русских не было. То есть это все перевод с русского, причем очень плохой. Ну, как мы плохо переводим, так они плохо переводят. Торопятся, как могут, так и получается. Иными словами, конечно, на самом деле процессы глобальные и международные. И внешний фактор имеет огромное значение. Но это совершенно не те внешние факторы, о которых нам пытаются рассказывать. Это не политическое вмешательство какой-то страшной, невидимой руки, когтистой, которая вот где-то там, значит, пытается схватить за горло то ли американскую демократию, то ли суверенную Россию. А это та вот костлявая рука экономики, причем глобальной, которая давно держит за горло и тех, и других, и третьих, и четвертых, и пятых. То есть, по большому счету, мы видим, как происходит кризис и уже разложение той экономической модели, которая существует на протяжении последних 25 или 30 лет. Иными словами, кризис на иолиберальной модели капитализма. Это можно описать в категории кризиса капитализма вообще, но это будет такое вот обобщенное, упрощенное объяснение. Потому что, строго говоря, ну да, конечно, кризис каждой данной модели капитализма может и должен быть описан как кризис капиталистической системы, поскольку это действительно кризис именно этой системы, а не какой-то другой. Но надо быть специфичным, надо быть конкретным. Мы понимаем, что в данном случае мы имеем дело именно с очень конкретным раскладом, который создавался на протяжении примерно 40-50 лет, который сейчас на наших глазах распадается, разваливается. Что было характерно для этого расклада? Прежде всего то, что нужно было в интересах капитала уничтожить тот баланс сил, что сложился в индустриальной мире на протяжении послевоенного периода. Для этого баланса сил было характерно несколько чертов. Во-первых, было характерно то, что достигнуто было равновесие между трудом и капиталом в странах Запада, что, кстати, обеспечило ту самую замечательную стабильную западную демократию, высокий жизненный уровень и многие другие достижения. Те самые достижения, которые нам, еще советским людям, предъявляли в качестве успеха капитализма. То есть да, это в общем-то были действительно реальные успехи капитализма в развитых буржуазных странах. Но с одной еще важной оговоркой. Эти успехи, эти достижения были обеспечены, во-первых, ростом силы рабочего движения левых партий и разного антибуржуазных сил, которым надо было идти на уступки. То есть уступками капитала, уступками правящего класса, своему обществу и по существу своим противникам. То есть это был компромисс за счет уступок буржуазии по отношению к трудящимся. И второе, это был компромисс между, условно говоря, буржуазией и трудящими сверхклассами в демократических странах для того, чтобы сохранить эту демократию перед лицом советского вызова. Причем советский вызов, это были не только танки, которые стояли к востоку от Берлинской стены, но это и были те же самые социальные и экономические достижения Советского Союза. Для того, чтобы этому противостоять, нужно было иметь собственные достижения, причем достижения, понятные обществу, которые консолидируют общество. То есть нельзя просто сказать, ох, у нас крепкий доллар, у нас, предположим, хорошие показатели, у нас высокий уровень прибыли на капитал. Вот все то, что сейчас является ключевыми, позитивными факторами, когда решет об успехе, в неудаче той или иной страны. Нет, люди должны были конкретно почувствовать в своем кармане, в своем образе жизни, в своем состоянии, в своем комфорте, в своем гражданском самоощущении, что демократия действительно работает, что это не тот капитализм, который существовал, скажем, до Второй или тем более до Первой мировой войны, и что такой капитализм перед лицом советской угрозы все-таки имеет смысл защищать. У него есть очевидные для трудящегося человека плюсы. Это означало, что капитализм должен был сделать очень большие уступки, и действительно то самое человеческое лицо было ему необходимо для того, чтобы выжить в подобных условиях. То есть разговор о капитализме с человеческим лицом был абсолютно реален, но, повторяю, это человеческое лицо было в некотором смысле навязано системе внутренними и внешними вызовами. То есть это был способ адаптации. В чем логика изменений, которая началась после 80-х уже годов, кстати говоря, еще не в 90-е, а раньше, и потом в полном масштабе уже развивалась на протяжении 90-х. С одной стороны, Советский Союз вступил в период упадка, в период уже не просто прислабо-то застой, который начался значительно раньше, но в период постепенный, но очевидный, в том числе очевидный для Запада, в том числе очевидный для Западного общества, деградации. То есть привлекательность и сила советского вызова как вызова позитивного стремительно снижалась. Тут сыграло свою роль и то, что происходило в Тоже Чехословакии, вторжение советского войска в Чехословакию, и, конечно, не случайно огромную роль сыграла, скажем, книга «Сложеницына Архипелага Гулага», которая очень своевременно появилась на Западе, потому что ведь не надо думать, будто до Сложеницына эту книгу, вернее, этот сюжет не знали, да? Узнали же про Гулаг, про советские репрессии и так далее. То есть эта книга появилась очень своевременно именно тогда, когда привлекательность Советского Союза как социального эксперимента, как социального государства стремительно падала на фоне относительного успеха Запада и отсутствия новых успехов по этой линии в СССР. И когда сам процесс демократизации в Советском Союзе тоже очевидно остановился, то есть Советский Союз становился все более и более сомнительной альтернативой, все менее и менее привлекательной, и в то же самое время можно было начинать пропагандистскую кампанию, которая должна была добить вот это вот направление. И добить обоснованно, потому что ведь слабость опять-таки Советского Союза была связана с тем, что внешние враги как-то очень активно вели пропаганду. В том, что эта пропаганда очень хорошо ложилась на само советское общество, поскольку само общество все более разлагалось, все более было слабым, все более было дезориентированным и действительно искренне нуждалась в переменах и так далее. То есть постепенное ослабление советской угрозы как внешнего фактора, которая постепенно развязывала руки капитала, чувствовавшим себя все более и более свободно, то есть внешние угрозы как угрозы моральные, как угрозы политические, как угрозы идеологические. В общем-то уже по большому счету нет или она постепенно сходит на нет. И в то же самое время, наоборот, как ни парадоксально, именно тогда, это очень важно, к концу 70-х годов, начинает нарастать внутренняя угроза внутри капиталистического мира. Это очень интересный кризис 78-80-го годов, который очень мало отражает в нашей отечественной литературе. Это не просто экономический кризис, это кризис институциональный. Дело в том, что внутренняя угроза для капитализма в Западной Европе, в меньшей степени США, как ни странно, проявилась в том, что социальное государство начало превращаться в политическую и социальную силу. То есть капитал подошел к определенной границе, когда стало понятно, если уступки трудящимся будут продолжаться, то мы действительно через какое-то время придем в качественно другое состояние. То есть это действительно будет уже не капитализм, это будет что-то другое. на какое-то переходное общество. То есть начнется изменение логики воспроизводства, когда вот эти новые институты, возникшие на протяжении 20 века, станут важнее, чем прибыль, чем собственность, чем капитал и так далее. Очень интересная тенденция, это то, что назвал Гелбрейт революция менеджеров. То есть менеджеры стали играть большую роль, чем собственники. Они держали в руках производство. А что делали менеджеры? Они ориентирулись на дело, на интересы производства, а не на получение прибыли. При этом они находились постоянно еще в диалоге с профсоюзами, потому что, опять же, это нужно, чтобы все было нормально, чтобы завод не бастовал, чтобы все работало, значит, нужно постоянно договариваться. И в результате возникла некая королица, которая постепенно-постепенно оттесняла капитал. То есть, казалось бы, вот эти самые замечательные моменты, которые подтверждают социал-демократическую идею о том, что эволюционным путем, постепенно, понемножку, можно от капитализма перейти к социализму. Но это как раз и было угрозой. Это и понимал старый правящий класс, который прекрасно осознал, что вот если действительно этой эволюцией позволить идти своим путем, то он перестанет рано или поздно быть правящим классом. Поэтому классовый интерес элит состоялся в том, чтобы прекратить эту эволюцию и развернуть ее в обратную сторону. Ну, а в чисто экономическом понимании это было трактовано как увеличение издержек. То есть, издержки, которые несет буржуазия, которые несут предприниматели, которые несут корпорации, слишком велики и из-за того, что рабочие слишком дорого стоят, государство берет слишком большие налоги на социальные нужды. Кроме того, опять-таки, еще вопрос о власти, так сказать, кто командует на производстве, встает, да, то есть это уже издержки политические. Тогда, кстати, появилась очень интересная книга, она появилась еще в начале 70-х годов, она называлась «Кризис демократии», если я не ошибаюсь. Эту книгу опубликовал Хантингтон рядом с автором. И интересно, что кризис демократии понимался в том смысле, что демократии стало слишком много. То есть, что слишком много свободы дали. И дальше там целая логика, что вот популизм, когда народ слишком много прав имеет, то народ начинает слишком много просить, а это противоречит экономической логике, это противоречит необходимости, не знаю, дисциплины, порядка, экономической эффективности, да, вот тогда, кстати, очень распространяется эта идея о том, что эффективность и справедливость, эффективность и свобода, это все разные совершенно вещи. стыкующиеся. И обращаю внимание, что тот же самый старик Гелбрид, когда он писал новое индустриальное общество, он про Милтона Фридмана и его окружение в Чикагской школе писал как про каких-то странных, диких романтиков, которые какую-то чушь пишут у себя в Чикаго, это все такие странные люди, которые вообще лет на сто отстали вообще от современного мира, ничего не понимают вообще. и ну и в общем, Гелбрид классик, Гелбрид молодец, вовсюду преподают, все нормально. А эти какие-то действительно ну фрики буквально, вот в Чикаго сидят там несколько человеков, ну можно над ними немножко посмеяться, да. а проходит 10 лет, ситуация ровно обратная. То есть кейсы уже не преподают в университетах, Гелбрид это никто не вспоминает, Милтон Фридман икона, Милтон Фридман великий экономист, Милтон Фридман все знает, на все ответил, все объяснил, да. А что говорит Милтон Фридман, по большому счету, говорит очень простой вещь, это зажмите рабочих в ежовых рукавицах и понижайте заработную плату сокращаясь сдержки. Вот собственно вся философия. И в это же время происходит так называемая контрреволюция собственников или контрреволюция акционеров. Смысл которой состоит в том, что акционеры снова берут власть собственники, капиталисты в традиционном смысле, берут власть, оттесняя менеджеров и заодно подавляя профсоюзы. Как они не это делают? Это очень просто. Они вносят раскол в среду менеджмента, потому что менеджмент это все-таки на Западе он тоже по-своему похож на наших пресловутых советских управленцев. То есть разница между даже директором завода, допустим, и просто инженером, она, конечно, всегда была, существенное различие, но тем не менее, она не была такая вот грандиозная. То есть это все были люди в одной структуре, они испытывали чувство солидарности, чувство общего дела. Дальше происходит что-то другое, но в общем практически то же самое, что по-другому случилось у нас. Когда топом менеджеры говорят, прекрасно, ребята, мы вам увеличиваем зарплату, ну скажем, ну в 250 раз, да? Ну так, немножечко. Ну следующим этажом увеличиваем зарплату раза в три. Остальным оставим прежние. Представляете, сразу получается расслоение, причем грандиозное, безумное расслоение. Значит, когда человек переходит за одной категорией в другую, вот он на одну ступеньку повышается, и он такой другой класс общества, совершенно другой класс жизни. Теперь, почему это очень важно, когда зарплаты повышаются сразу, не просто в десятки, а в сотни раз. Это очень важно, причем, потому что эту зарплату вы уже никогда на себя не потратите. То есть дело же не то, что людям стали платить большие зарплаты, а дело в том, что если вы, допустим, получаете хорошую зарплату, 30 тысяч долларов, отличные деньги, все нормально, а потом вам говорят, а с завтрашнего дня у вас будет 300 тысяч долларов. Ну, там происходит организация фирмы, там как-то что-то делать, и у вас будет 300 тысяч долларов. Вы эти 300 тысяч в месяц уже на себя не потратите. Вы их начинаете инвестировать. Вы их начинаете превращать в капитал. То есть вы сами автоматически вынуждены становитесь капиталистом. Ну, если только вы не отдадите все эти деньги бедным, или отдадите на строительство музея современного искусства, или на реставрацию какого-нибудь замка, или на археологические расходы. Ну, такие сумасшедшие бывают, ну, в общем, все-таки нормальный человек, наверное, не раздаст все деньги сразу же. А дальше просто он вынужден превращаться в капиталистов. Никакого другого варианта, никакой альтернативы уже нет. То есть топы превращаются в капиталистов, оставаясь вроде в менеджерской позиции, ну, а все остальные превращаются в обычных наиблых работников. И между ними сразу же возникает взаимная ненависть, возникает дистанция, конфликты, причем конфликты бывают очень забавные, литература по менеджменту того периода полна совершенно удивительных, иногда анекдотичных историй, включая интересные истории саботажа, когда одни этажи менеджмента просто воюют с другими, саботируя указания, которые тебя запускают, потому что нижние этажи все еще живут по старинке, они еще живут, вот это гелбертовская логика и дело, а верхние этажи живут исключительно логика прибыли, уже на прот, такой классической, капиталистической логикой 19 века, которая вдруг ниоткуда вернулась, непонятно, что же такое случилось, вчера был нормальный мужик, вот все в порядке, пиво с ним пили, все понимал, а сейчас он гробит предприятие, чтобы выжить из него прибыль, непонятно, и вот начинаются удивительные истории, вполне нелепые, вплоть до того, что люди в каких случаях теряют документы сознательно, пропадают какие-то указания, не доходят, или почему-то в трансыстальных компаниях визовые структуры вдруг выясняют, что они не могут правильно перевести с английского, например, какое-то письмо, не переводить, не могут его почему-то перевести, потому что противоречит той логике, по которой они жили еще вчера. Ну, в общем, так иначе, сопротивление было сломлено. Где-то примерно... Да, пожалуйста. Вопрос у вас так про... Ну, точните, вы имеете эту практику, которая где поменялась? Увеличение такой, ну, вклад. Ну, это... Есть несколько книг по контрреволюции. А где это было, пожалуйста, интересно? Вы погуглите контрреволюцию акционеров или контрреволюцию собственников. В каких странах? Прежде всего в США и Великобритании, конечно. Но дальше все пошло в другие страны. То есть начинается с саксонского мира, ну, Тэтчер и Рейган на политическом уровне делают то же самое. То есть, понимаете, мы в советское время смотрели газеты и читали, что Тэтчер и Рейган боятся профсоюзами. Но это была лишь одна часть истории. То есть они давили профсоюзы, они побеждали левых на выборах, они, кстати говоря, очень деморализовали социал-демократов своими жесткими действиями, непривычно жесткими, потому что люди не привыкли, что так с ними обращаются. Но параллельно происходил вот этот явный такой вот циничный подкуп верхушки менеджмента, ранее работавшего вот в этой системе социальных санкционирований. И в начале 90-х, например, когда уже можно было ездить, я наблюдал своими глазами удивительную сцену в Швеции, когда впервые за много лет патронат, то есть сообщество капиталистов, предпринимателей, не подписало трехстороннее соглашение с профсоюзом. То есть 40 лет каждый год собираются капиталисты, собираются лидеры рабочих, собираются представители госчиновников на трехстороннее соглашение, ведут переговоры, спорят, цифры обсуждают, и в итоге подписывают соглашение на следующий год. 40 лет каждый год профсоюзники отработали блестящую бюрократию, которая прекрасно умела вести переговоры, готовить бумаги, считать, аргументировать, доказывать, спорить, торговаться. Все прекрасно. Все вот, знаете, отработали все навыки блистательно совершенно. И вдруг патрон говорит, а мы не будем ничего подписывать. Профсоюзные лидеры говорят, ну вот документы, вот аргументы, вот цифры, вот мы рассчитали. Ну, да плевали мы на ваши цифры. Да не будем мы с вами это обсуждать, мы просто не будем это подписывать. Нам это неинтересно. Не будет никакого соглашения. Вообще просто не будет. Мы, в принципе, против самой идеи соглашения. Она нам не нужна. Поэтому ваши аргументы бессмысленны. Аргументы имеют смысл, если мы хотим с вами договариваться. Но мы не будем с вами договариваться. У нас нет такого плана. И профсоюзные деятели сидят в состоянии полной прострации. Они не знают, что с этим делать. Они, в общем, даже не в панике, они именно вот в шоке. И я был в Стокгольме, как раз когда все это обсуждалось, и разговаривал с людьми в Фолькетхуз, то есть в народном доме, где как раз сидят профсоюзные функционеры, которые ходили с собой бледные, они не понимали, что делать. И в это время там шли удивительные разговоры, потому что люди говорят, ну так, ну понятно, раз они не подписывают, мы должны объявить общую запастовку. Ну понятно, всегда так было раньше. Мы об этом читали, наши дедушки так делали. Но только когда у нас была последняя забастовка? Ну, 35 лет назад. Срочно искали стариков, которые когда-то участвовали в забастовках, и когда-то видели, как их организовывали. То есть искали старых профсоюзных деятелей, которые давно уже были на пенсии. Ну, расскажите нам, а как это делается? Что тут получается делать? Ну, закон мы читали, мы знаем, что в законе написано. Ну, работа эта организационная какая ведется? Какая процедура? Ну, с нашей стороны, техническая организационная. Вот, то есть, вот это было ощущение полной паники, потому что люди привыкли жить под другим правилами, они были сломлены очень быстро, очень энергично, после чего буквально уже через несколько лет видно, что социал-демократия полностью сломлена, то есть она полностью деморализована. Ну, это известная английская формула, «If you can't beat them, you have to join them». Не можете их побить, давайте присоединяться к ним. То есть это абсолютная логика побежденная. То есть, ну, подняли лапы и сдаются. Ну, сдаются нам принос в условиях, наверное, да, а условия, кстати, очень интересные. Давайте, ладно, господа социал-демократы, вы будете допущены к власти обратно, но проводить политику будете, не ту, которую раньше проводили, а ту, которую вам скат проводит. Ну, там, можно сделать какие-то исключения. Ну, хорошо, но как же мы доказываем, что мы все-таки отличаемся от консерваторов? Ну, у вас будет своя сфера. Ну, где-то вам нужно все-таки показать, что мы... Ну, что, оставьте нам хоть что-то, хоть что-нибудь, какую-то мелочь оставьте. Ну, мы не можем просто так взять и приползти это колени. Ну, дайте нам хоть какое-то... Ну, ладно, у вас будет уступное, что у вас будет? Феминизм, права животных, а что еще? А, ну, да, 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 конечно, так сказать, гей-райтс, а что еще? Ну, там... Да, а экология? Ладно, ну, экологию там еще поговорим, потому что это издержки. Экология – это издержки, да? Ну, так сказать, потом поговорим. Если это будет green consumer, то есть, если вы экологию развернете в зеленое потребление, то идея не так же плоха. Ну, то есть, конечно, надо подумать, тут вот с экологистами будет более сложная история, но, ладно, бог с вами, вот ваша сфера, здесь играйте. Вот наповедничек. А вот такие серьезные вопросы, как экономическая, социальная политика, внешняя политика, оборонная политика. Не, ну, это, ребята, это все уже не здесь. И, кстати говоря, очень четко, в те же Financial Times, в Economist периодически появляются такие темы, что, ну, понятно же, что нельзя доверять серьезные вопросы демократии. Ну, народ же туп, глуп, бездарерс, некомпетентен, неинформирован, поддается призывам демогогов. Поэтому серьезные вопросы, даже секрюзные джентльмены, решать. А вот, ну, не серьезные, а просто пусть тут обсуждают. То есть, по существу идет уже не только демонтаж социального государства, но и демонтаж демократии как такового. И он идет при условиях консенсуса, по сути, всех основных правящих сил. Кстати говоря, этот процесс захватывает социал-демократию где-то примерно в 90-е годы, а в 2000-е годы она охватывает партии, которые называются левые, радикалы, посткоммунисты, неокоммунисты и так далее. И вплоть до крайне левых. Очень видно, как вот этот процесс интеграции в новый либеральный порядок захватывает год закона все новые, новые сегменты левого движения. То есть, когда вы социал-демократов интегрируете, то партии слева от социал-демократов начинают играть социал-демократов. Они послабее, поменьше, они начинают говорить то, что вчера говорили социал-демократы. Но, сейчас я выключу, чтобы нам не мешал. Сейчас не могу. Не могу говорить. Вот, но, но, проходит там еще сколько-то лет, и вот этот сдвиг права продолжается. То есть, те, кто вчера говорили то, что говорили социал-демократы, позавчерашние, начинают говорить то, что вчера говорили социал-демократы, дальше, так сказать, какие-то более радикальные силы пытаются занять эту нишу, тоже на самом деле сдвигаясь вправо, но, через какое-то время их переваривают. А при этом, конечно, всем оставляют такую замечательную вещь, как риторика, как дискурс. Да, кстати, обратите внимание, в это самое время начинается новая мода, приходят замечательные французские философы, начинается постмодернизм, начинается эпоха дискурса. Вот это слово дискуо французское, которое, в общем, даже в французском, языке было не так уж сильно развито, оно становится тотальным, всюду, все дискурс, что, по-моему, это дискурс. Ну, пишут прекрасные книги, очень отощренные, очень такие, я бы сказал, утонченные, с какими-то великолепными филологическими играми, все это очень хорошо, но только вот политика дегратирует год от года, все больше и больше. Ну, и все это происходит, как мы знаем, на фоне распада Советского Союза, на фоне ликвидации Советского Блока, и на фоне того, что Китай тоже все более и более превращается в де-факто юристическое государство. Как это происходит в Китае, это отдельная тема. Я все-таки Никита Ивец, чтобы с этим разбираться в деталях, тут может спрашивать кого-то, кто более информирован в тонкостях, но по сути, да, китайская номенклатура идет в общем по тому же самому пути, по которому идет наша, но несколько с китайской спецификой. А китайская специфика состоит в том, что мы не будем спускать красный флаг. Мы не будем отменять коммунистическую партию, мы не будем ее преобразовывать в какую-нибудь национальную партию, потому что обратите внимание, кстати, что это в России или в Восточной Европе коммунистические партии были расформированы, закрыты, где-то даже запрещены, или временно запрещены, как у нас было, да, сразу же после 1991 года на какое-то время. А, допустим, уже в Средней Азии нет там, просто КПСС быстро проявлялся национальную партию какую-нибудь там. То есть там даже ну, вывеску сменили, да? За один из ключей. За Таджикистан. Таджикистан, да. Но там Кандидатская война началась, поэтому там было не до вывесок. Вот. Но китайцы пошли еще дальше, они решили, а зачем сменять вывеску-то? Под этой вывеской еще лучше работать. Ну, понятно, что на самом деле китайский капитализм это не то же самое, что капитализм американский. Да, там как раз уже китайская специфика, включающая элементы, сохранившиеся от еще Мао Цзюдуна, она, конечно, располагала некоторый баланс, некоторое равновесие, тоже определенные попромиссы. То есть, я не хочу сказать, что Китай это то же самое, что Россия и так далее. Но я говорю об общем тренде. Ну, а нюансы просто сейчас некогда обсуждать на какое-то время. Еще раз говорю, у меня спрашивают, какие-то ребята в Вьетнаме и так далее. Как это происходило? Поскольку, например, когда я был в Вьетнаме, то мне было очень забавно наблюдать, как вьетнамские партийные идеологи все время говорили о реставрации капитализма в Китае, подчеркиваю, что у них в Вьетнаме реставрации капитализма нет. Но хотя в Катрэнде были ровно те же самые. просто они отставали немножечко. на китайцах показывают как на реставраторах, а по себе говорят, что мы это все-таки держим крепко еще знамя. Правда, тут же говорят, что партия разделена на две фракции. Одна идет по китайскому капиталистическому пути, то, что молодцы называют капиталисты, ну а другие все-таки держат красный плак еще крепко в руках. Ну, почему бы дальше все в ту сторону все двигалось. Все это замечательно, кроме одного, что в этой модели возникает проблема, что через какое-то время постоянное снижение заработной платы, отъем социальных прав, деградация профсоюзов и так далее приводит к тому, что люди просто начинают меньше покупать. Потому что есть одна неприятная особенность у рабочего класса то есть не капиталистов. Он не просто является классом производителей, он еще и является классом покупателей. И, собственно, главное достижение социального государства состояло в том, что рабочий стал массовым потребителем. Это обеспечило экспансию строительства. Как только вы начинаете людей прижимать, он начинает просто меньше покупать. Система начинает деградировать, возникает проблема спроса, она решается двумя путями. Во-первых, вы двигаете капитал все дальше в страны с дешевой рабочей силой, чтобы те же самые товары стоили все дешевле и дешевле, производились все более и более дешевыми рабочими. Последняя граница здесь с Китаем. потому что очень много очень дешевых людей. Было. Уже нет. Потому что и демография изменилась. Кстати говоря, Китай уже входит в фазу демографического упадка. То есть, он прошел демографический переход и будет сейчас сокращать население, причем очень хорошими темпами. То есть, они все равно не скажутся на мировом балансе, потому что китайцев просто очень много. но будет их сокращаться даже на миллион в год. Понимаете? Пару заводов на их. А? Пару заводов на их. Да, да, да. Хорошо, но на миллион в год даже их будет становиться. Миллиард 400 миллионов, ну там, в течение 10 лет население будет сокращаться. Ну и что? Страна от этого не выбрать никак. Но, тем не менее, демографический динамик исчезает, потому что раньше в Китае в год из деревни в город каждый год а просто молодых людей приходило 20 миллионов человек. Только вот новых ребят выброшенных из школы и переселяющихся в город. Это как бы избыточная рабочая сила. Деревенская, приходящая в город. То есть, ну ты как, страна размером вашу, что, ну там, две Швеции, да, примерно. Каждый год. Понятно же, что этого больше нет. Сейчас этих 20 миллионов нет физических, не существует больше. И сижу опять же в Пекине. 2008 год, уже начинался кризис. Сидят передо мной китайские экономисты, очень брежневского типа, вот абсолютно брежневские такие персонажи. Мне уже понравилось, как один из них сказал, мы китайцы, мы придерживаемся принтов интернационализма, поэтому мы будем покупать американские ценные бумаги. Интернационализм. Так вот, и один из них у меня как-то в какой-то момент доверительный, когда уже немножко эти судьи размягчались. А он говорит, ну китайцы же не те уже совсем. Жадные стали, денег хотят. Много требуют, зарплату им плати, нормальную, высокую. Независимо, заработать стало. Я говорю, что делать? Ну как, что делать? В Африку, конечно, нужно производство переносить, но там никто работать не умеет. Мы, говорит, отправляем, допустим, какой-то груз. Железнодорога нами построена, порт нами построена, завод наш. Но нужно еще батальон китайской народной армии на этот поезд посадить, чтобы груз доставить. Я говорю, потому что груза разброют? Да нет, сам поезд развинься. Он не доедет просто. При том уровне бедности и хаоса вокруг, то есть работать невозможно. Так вот, в результате вы подходите к некоторому рубежу, дальше так двигаться нельзя. И следующий момент, что вы будете делать? Вы будете поддерживать спрос за счет кредита. Мы в России эту тему отыграли за последние 3-4 года очень хорошо. Результат все становятся должниками. Все перекредитованы, закредитованы, и при этом одновременно для того, чтобы банки работали, надувается огромный мыльный пузырь. Ну, потому что деньги накачивать надо. Причем Болбреннер, американский экономист, он еще в самом начале 2000-х показал очень интересный график. Одна линия показывает падение социальных расходов, другая линия показывает рост закредитованности домохозяйства. Они абсолютно симметричны. Вот ровно сколько у людей отняли, условно говоря, социально, под социальным расходом, столько они взяли взаимы. Но разница в том, что социальные расходы государства не могут быть списаны, а долги-то нет, по ним еще проценты набегают. И все это начинает лопаться. То есть, где-то примерно в конце 7-8 года система приходит к состоянию дисфункциональности. Дальше начинаются уже тактические способы спасения системы. Они более или менее успешны, но по сути они не решают проблем, потому что стратегические проблемы может быть решены только разворотом. когда как минимум вы должны перейти обратно к дорогому труду, к социальному государству, как минимум. Я не говорю о более радикальных вещах. Как минимум хотя бы верните вот эту социал-демократическую логику, прежде всего, более радикальные вещи. Национализация, преодоление преодоление отчуждения не ставим много чего можно сказать по большому счету. Есть же такой лозунг декомодификации, то есть очень важный лозунг, который например Патрик Бондер южно-африканский экономист социолог отстаивает, то есть когда определенные сферы экономики выходят за пределы товарного рынка, то есть он становится не товарным. По существу логика неолиберализма это логика модификации, то есть всё становится товаром, как можно большей сферы. Ну то есть мы не говорим например о медицинской помощи, мы говорим о медицинских услугах, мы не говорим об образовании как праве и даже обязанностях, мы говорим об образовательных услугах. Причем потом мы говорим о некоторых образовательных условиях государство будет вам предоставлять бесплатно. Это значит что всё равно товарная логика остается то есть это все равно товар просто за него кто-то другой заплатил то есть это не ваше право и не ваше взаимодействие прямой между людьми в процессе социального развития это вы приобретаете некоторые услуги вы пойдете со мной ресторан и за меня заплатить я буду счастлив я в бесплатно получу ужин но ужин от этого не перестанет быть платно та же самая история с так называемыми оплаченными государством услугами это все равно та же товарная логика но стоянность что платит государство причем государство можно сказать вот раньше мы за эту услугу платили а завтра перестали платить деньги кончились или концепция изменилась хоть скоро эта услуга за него платят ну какая разница сегодня платят завтра не платят это уже вопрос произвол точно так же как адресная помощь что-то как адресная помощь это превращение в товар как ни странно самих проблем или недостатков по большому счету то есть я выношу на рынок самого себя со своими бедами ну допустим не дай бог я болен я монетизирую свою болезнь я ее обращаю в деньги же мне вот за мою болезнь полагается платить там пособие допустим конкретно конкретно эту болезнь а вот другую болезнь она под пособие не попадает она не монетизирована соответственно человек не просто сам становится товаром на рынке труда его рабочей силой становится товаром но даже его проблемы его бедствия его какие-то несчастья или недостатки тоже могут быть неким товаром который он пытается на рынке социальной помощи продать это вот логика к модификации есть обратно логика дали модификации как там подвигаться в противоположном направлении мы говорим что мы не будем все это измерять в товарных категориях мы будем просто обеспечивать функционирование тех систем решение социальных задач как таковых и так далее но так иначе мы подходим вот этому рублю казалось бы все очень просто и ясно я еще раз говорю вопрос радикализма поворота мы не берем какой степени мы так сказать предлагаем поворачиваться влево мы не берем просто направление то есть смена направлений казалось бы что проще но ах нет почему во первом потому что за прошедшие все эти вот уже 25 лет возникли новые институты новые отношения новый интерес то есть вот тех социальных сил которые обеспечивают прогрессивное демократическое социальное развитие в рамках капитализма послевоенного их просто не существует можно сказать что с ним случилось они разложились против черно это во что утратили боевитость утратили перспективу деморализовались это очень важно тотально меморализовать мы занимаются проблемами животных там тюленей вот кстати как назовете белки по моду пельники такие милые тюленей детеныши тюленей вот дело то что в арктике есть такая зверская практика что вот появляется на ворочные совсем маленькие тюленята и у них очень хорошая шерсть как из них шутку может очень хорошую очень милую нежную шубу и выходят местные мужики и просто дубинами этих несчастных тюленян забивают действительно зверская отвратительная практика которая вот на северных странах существует у нас тоже вот вы не представляете сколько эти тюленята занимают место в глобальной прессе причем я абсолютно согласен с теми кто защищает тюленята двумя руками за их права двумя руками готов подписаться просто меня немножко удивляет что тема этих тюленят который еще трогательные милые несчастные беспомощность уже что даже убежать не может почему затем занимает столько места вот не знаю тема заработной платы рабочих в той же соседней там какой стране ну как тут не так хотя вроде бы многие похожи на нет субъекта который мог бы это разворот технически существует наоборот сложились мощные интересы заинтересованы сохранить статус ко любой ценой то есть интересы заинтересованы сохранение порядка даже разрушающегося даже разложившегося стабильный хорошо организованы устойчивы интересы организованные социально мобилизованные которые ориентированы на перемены слабые беспомощные дезорганизованные деморализованные хотя объективно вроде бы ветер дует в эту сторону ну то есть это все равно как знаете вы даже плыть на парусном корабле и ветер нужный и течение нужно корабля только нет ветер поменялся течение поменялся лодки нет лодка есть но такая вся в дырках не поплывет в результате чего возник тот самый политический кризис который мы наблюдаем уже на протяжении последних примерно семи лет когда с одной стороны все время какая-то нестабильность какие-то волнения протесты потому что общество же реагирует на то что происходит люди понимают что система не работает люди начинают чувствовать что что-то надо менять но при этом вот этих привычных каналов социально-политической идеологической мобилизации которые существовали раньше которые были отстроены раньше их нет возникает такая всеобщая дезориентация и эта дезориентация заполняется двумя типами действия либо это ну скажем безадресный и такой не очень политически оформленный протест ну то есть он может быть либо одноразовый протест против конкретного события конкретно несправедливости какая-то гадости которая случилась конкретного злодея либо некий даже вообще протест вообще ну кстати говоря в этом смысле агитация которая идет подчеркиваю запрещенная в России организация ИГИЛ она в общем ложится на признанную почву потому что это протест даже не против западного общества как нам пытаются доказать на мой взгляд это вообще протест против общества то есть протест против тех форм социального бытия в которых мы находимся ни ких других не предлагают но это просто такое выражение эмоций ненависти злобы и накопившихся негативных эмоций которые ну естественно другим образом политически оформляются там кто означает отдельная тема опять-таки пусть кто-нибудь другой расскажет подробно ну у вандейских крестьян протест вандея 1793 год протест отсталых крестьянских масс против городов как таковых буржуазии промышленного развития и всего того что они связывали с буржуазной революцией именно против городского образования ну может быть отчасти это тоже ну там в каждой конкретной истории там разные сюжеты потому что я немножко лучше знаю историю допустим в Тунисе хуже понимаю допустим то что происходит в Ираке это совсем не одно и то же кстати хотя кажется добровольцы с одной стороны перетекают в другую но социальный механизм культурный механизм не одинаковый но суть не в этом то есть с одной стороны мы видим некий такой несфокусированный протест рост агрессии рост раздражения но не носящий такого четкого идеологически оформленного характера может тем более прогрессивного характера вообще никакого дальше это можно оформить ну и второй вариант это когда эти же эмоции эти же настроения используются разного рода популистскими силами которые в свою очередь по большей части оказываются правыми но тут нужно оговориться тут нужно очень важно оговориться потому что опять таки то что вот все эти популистские силы начавшие выступать и в США будь то Трамп во Франции сразу же всюду клевят как крайне правых это не совсем так скорее это тоже некий такой вот популизм с национальным окрасом который включает в себя такую вот странную зачастую диковатую амальгаму каких-то левых правых иногда архаичных иногда наоборот передовых идей в очень случайном порядке потому что вообще природа популизма в том что это межклассовое достаточно случайное объединение то есть популизм это такое движение которое включает в себя очень разнородные разношерстные противоречивые элементы почему собственно так важна фигура лидера это персонаж который в себе воплощает некую идею такого отеческого или в данном случае если говорить о Марине материнского блага что вот я слышу все ваши голоса я слышу ваши призывы я слышу и понимаю дети мои почему вам плохо и я как отец или как мать о вас позабочусь причем очень важно потом популистам в заднем случае всегда обвиняют в том что они не выполняют своих обещаний если вы внимательно почитаете вы понимаете что никто никаких обещаний как правило и не давал то есть не популистский лидер харизматический лидер дает обещания а наоборот люди сами ему как бы вкладывают даже не в уста так сказать а в свое воображение вот эти вот свои пожелания они фокусируют на нем свои ожидания и пожелания он главное должны только не оттолкнуть вовремя он должен собрать и как такой магнит который вот все железяки стягивает они совершенно разные поэтому тут логика замечательная опять таки Владимир помнит для больших молодых никто не помнит это замечательное стихотворение как у Джоао черный кот помните он не есть, не пить, не просит желтый глаз его горит каждый сам ему приносит и спасибо говорит вот идеально описана логика харизматического руководства по большому счету то есть он приходит и обещает я дам рабочим все я дам христианам я дам капиталистам я дам антикапиталисты я дам экологисты я дам антикапиталисты нет он в общем может либо нести хинею как Дональд Трамп либо кстати говоря просто воспроизводить дискурс вчерашней коммунистической партии Франции говорить что это национальная французская идея как Марин Лепен это в данном случае не важно важно то что все кто недовольны обижены и понимают что их не слышат обращаются сюда потому что здесь либо есть иллюзия что их услышат либо их иногда в самом деле как минимум услышат это не значит что сделают то что они просят но как минимум выслушают и как минимум не игнорируют не отторгают не говорят вы быдло вы никто вы не существуете вы вот некомпетентный плевс который должен быть отстранен с принятия решения наоборот им говорят вот коррумпированная элита вот народ чего хочет народ ну справедливости добра всего хорошего что такое коррумпированная элита это противоположность народу ну и понятно что кстати говоря такой популизм может развернуться и влево и вправо на самом деле но сейчас мы видим доминируют как раз правые варианты по большому счету то же самое у Гачави так ли он сильно отличался от Дональда Трампа давайте говорить честно с у Гачави я дважды встречался он у меня произвел довольно тяжелое впечатление именно тем что это был человек абсолютно такой вот увлеченный моментом то есть он вот мог увлечься и говорить о том что ему сейчас интересно и забыть все что он обещал то есть он говорил все о чем он долл через пять минут когда мне описывают как работает администрация Трампа он скажет что это ровно та же самая характеристика то есть главная способность Трампа это способность забыть в течение пяти минут все то что он говорил обещал пять минут назад но это вообще для политиков очень удобная позиция как мне рассказывают про одного российского бизнесмена который плавал на яхте с Ходорковским упал и якобы потерял частично память то есть он то помнит то не помнит помните у Леона в этих самых джентльменах удачи вот здесь помню здесь не помню да очень удобный человек его тоже назначили вести переговоры то есть он со всеми говорил все обещал все что нужно а потом то забывал то не забывал но вспоминал о чем это за речь очень удобный деловой партнер для того кто его посылает вести переговоры так вот в любом случае мы видим вот это вот рыхлое невнятное популистское движение которое оказалось единственной политически оформленной альтернативой либеральному капиталу теперь возвращаясь к нашей родной стране и как все это накладывается на нашу практику на мой взгляд накладывается очень ясно потому что мы имеем ту же самую тенденцию у нас что и во всем мире то есть растущее накопившееся недовольство неспособность системы нормально воспроизводить себя растущее количество сбоев и срывов внутри системы растущее количество конфликтов на этой почве неминуемый кстати рост коррупции то что рост коррупции как правило просто сопровождает деградацию системы это известная управленческая вещь то есть это не то что злые коррумпированные вороватые и просто противные люди захватили власть нет власть в процессе ее разложения приводит к тому что распространяется определенного типа практики и через какое-то время остается понятно что таким образом люди компенсируют дисфункциональную систему почему коррупционное разложение было характерно для позднего советского периода то по той же причине что уже брежневский вариант советской модели он разлагался другой вопрос что страшная коррупция позднего брежнева сейчас она покажется какие-то детские игрушки смешно там опять-таки кто-то из старшего поколения может быть помнит Шлепина когда прижали министра не делать не ошибаюсь Шелокова Шелокова извините правильно Шелокова прижали да и там показывали его квартиру его квартиру на всю страну по телевизору показывали квартиру коррумпированного советского бюрократа да это один из таких моральных ударов вообще по системе страшно она смотрела и просто кипела ненависть что ни было несколько ковров иностранный мультафон телевизор импортный дорогой много чайных ложек серебряных страна кипела ненавистью реально как можно до какого разложения он дошел но на самом деле правда что разложение было все равно было разложение пусть и в такой нелепой инфантильной форме поэтому когда мы видим рост коррупции это действительно реальный факт но это отражение процессов развала которые идут в управленческой и более широко в экономической системе не сфокусированной неприязнь к чему-то неопределенному рост недовольства рост негативных эмоций потребность в переменах и в какой-то момент кто-то это все-таки фокусирует на мой взгляд произошла гениальная совершенно вещь потому что фокусировка на коррупции которую произвел господин Навальный оказалась просто идеально точна вот абсолютно снайперски точна в сложившейся психологической ситуации в России то есть она позволила не идеологически и при этом без всякой логики программы без каких-либо обязательств мобилизовать определенные чувства ощущения очень разных людей то есть никому ничего по большому счету не обещают но каждый связывает с борьбой с коррупцией свои собственные ожидания и представление о том как надо все исправить потому что все понимают что нужно убрать коррумпированных плохих и вот тогда то а что тогда то ну дальше у каждого своя тема будет вот тогда то зачем раскрываем но вот опять-таки когда мы уберем то это же но все препятствует понимать что эти плохие коррумпированные они вот та элита которая нам мешает нормально жить и что само собой что это чистая правда потому что folks коррумпирован который действительно мешает нормально жить но просто от того что их отстранят нормальная жизнь сама как-то не наладиться то есть иными словами мы со всеми нашими прочестами со всеми нашими обидами нашим недовольством и возмущением находимся совершенно в тренде того самого мирового кризиса, который происходит повсеместно. У нас есть свои специфики. Это связано с более высоким уровнем салитаризма, с довольно таки явным уже разложением не только политического класса, но и его срастанием с бизнес-элитой. То есть у нас все гораздо драматично по многим позициям, но тем не менее общий тренд. Что дальше? Ну, во-первых, отсюда можно сделать сначала очень пессимистический уровень. То, что, в общем, нам не светит какое-то близкое прекрасное светлое будущее. То есть, когда я слышу про прекрасную Россию будущего, я очень хочу в нее поверить, но вот она не просматривается напрямую из этой картины. Но это плохая новость. Хорошая новость в том, что есть некие объективные потребности, которые так или иначе в обществе начинают осознаваться. Они так или иначе начинают фокусироваться, начинают выявляться. То есть сама по себе активизация общественного движения, активизация общественных дискуссий, самоорганизация, какие-то формы совместного действия, они являются при том и школы. Да, на уровне интеллектуальным, идеологическим и т.д. мы, по-моему, многим позициям немецкая идеология готовится. Да, немецкая идеология в черновиках где-то, понимаете. Вот мы где-то на этой фазе находимся, в плане идейной. Но зато, по крайней мере, поскольку нас откатили назад, мы немножко можем понять, куда идти. Все-таки преимущество в том, что предметно можно прогнозировать, можно ускорить этот процесс. Не надо все заново прорабатывать вот так подробно, можно использовать готовый материал. Это первое. Второе, говорю, что все-таки некоторый процесс стихийного самообучения, он уже начался и будет идти довольно быстро. Надо только с ним работать и способствовать тому, чтобы он развивался более успешно. Ну и третий момент, что еще рассказал. Да, мы сейчас входим в фазу популистских протестов, популистских движений, но популистские движения не являются изначально обреченными на то, чтобы быть только правыми, только националистическими, только имеющими тенденцию в сторону фашизма. Они с таким же способом могут идти и в сторону демократии, и в сторону социалистических или прогрессистских тенденций. В конце концов, ну кто у нас популисты? Конечно, я сказал, что Трамп, начавец популист. Авраам Линкольн, типичный американский популист, на который, кстати говоря, тот же Трамп, между прочим, ссылается время от времени. А это как раз, скорее, левый популизм, а не правый. Это, в любом случае, прогрессистский, то есть, освобождение негров, эмансипация и так далее. То есть, иными словами, думать, что вступление нас в период популистской политики означает неизбежное господство каких-то страшных людей, которые диктаторским образом нас куда-то в какой-то тоталитарный ад приведут, но, может быть, это, к счастью, культейшим не право. И надо понимать, что просто мы должны пройти через эту фазу, внутри этой фазы должны выкристаллизоваться новой социально-политической, культурной, идеологической силой, оформиться и создать условия для новой демократии. Какой она будет, ну, увидим по ходу дела, но понятно, что все равно речь идет как минимум о возрождении социального государства, о демократизации, о переходе к дорогому труду, то есть, о правах трудящихся, о том, чтобы достичь более высокого уровня самоорганизации и самоуправления. Это такая вот программа абсолютно от минимума, да? Те, кто, наверное, читали что-то, что я написал, я знаю, что-то про биографию прекрасно понимают, что я исключительно настроен на то, чтобы идти дальше этой программы минимум, но сейчас очень важно хотя бы эту программу минимум суммулировать, а не договориться, и вокруг нее построить массовую региоспособную общественную коалицию. Я думаю, что это вполне реальный вопрос. Он может быть решен, он может быть решен, как ни странно, не так уж мучительно, он может быть решен относительно быстро, если в обществе будет осознание того, что надо куда-то двигаться за пределом просто призыва бороться с коррупцией и плохими людьми, которые вот нам как-то нагадили, разворовав зенит-арену там, и что они еще разворовали. Хотя, конечно, они ее разворовали, и хотя я прекрасно понимаю, что сейчас собираются разворовать какую-то зенит-арену, всю Москву собираются разворовать, это вы, Ленинградцы, можете быть счастливыми людьми, у вас еще таких аппетитов у ваших начальников нет. Когда мне говорят про зенит-арену, говорят, что 48 миллиардов, я слушаю Навального, я думаю, как повезло Ленинграду, а? Как вам, ребят, повезло? Потому что у нас планируют украсть 3,5 триллиона рублей, вот это да, это серьезно. Ну, мы беспокоимся, все станет. Да, да, да. Ну, в любом случае, так сказать, все равно, конечно, эта тема есть, и со всем этим надо бороться, но просто надо понимать, что даже если мы эти 3,5 триллиона украсть не дадим, то их могут спустить, так сказать, другим способом. Значит, поэтому вопрос не только в том, кто и как воруют, а в том, как и кто управляет. Когда я говорю, кто управляет, в том вопрос, Навальный, Медведь, Кустрин или еще кто-то, а вот тут, простите, еще есть к товарищу Ленину, в интересах какого класса. Вот на этом я закончу. Вот вы упомянули Чавеса, если посмотреть в другие страны Латинской Америки, которые были некой альтернативой на его либерализм, вот в чем, на ваш взгляд, были основные, как бы, ну, ошибки, там, например, в Бразилии или в Аргентине, таких вот левоцентристских режимов? И второй вопрос. Вы упомянули Бреннера, вот, в своей книжке «Экономика глобальной турбулентности», даёт несколько другое объяснение кризиса 70-х годов, не с точки зрения того, что слишком много стали просить, там, слишком большие сдержки, а у него там по-другому совсем это объясняется, перепроизводство там и так далее. Нет, ну, Бреннер, кстати, в духе более такого традиционного марксизма, в то время как, ну, и я, и мои американские друзья, такие как Джефф Соммерс, мы всё-таки ближе к миросистемной школе. Но это не так сильно меняет ситуацию принципиально, потому что, на мой взгляд, есть и то, и другое. Просто, ну, понимаете, разная оптика, разные углы. Это тот самый слон, которого рассматривают с разных сторон. Вот, ну, мы, наверное, с хобота смотрим, а не с хвоста, да? Но, тем не менее, кстати, работа Бреннера очень интересная. При том, что, говорю, несколько другой взгляд, но очень цельная работа. Она, правда, с очень большим опозданием на русский была переведена. К тому моменту, когда она была переведена, она же очень сильно устарела, на мой взгляд. Но прекрасно, что она всё-таки вышла. Что касается Латинской Америки, то, в общем-то, очень разные истории. Бразилия, Аргентина, Эругвай, Эквадор – очень разные сюжеты. Кстати, видно, насколько мы говорим, что Латинская Америка, континент – очень большая специфика между странами. Это даже не Россия, а Украина, понимаете? Ну, вот, на самом деле, по этому поводу есть латино-береканец Вида Силюнас. Он, когда ещё нам, студентам, объяснял про Латинскую Америку, он говорит, ну, как вам сказать? Ну, представьте себе, что вы из Стокгольма перелетели в Азербайджан. Но почему-то и там, и тут всё говорят по-польски. Вот это, говорит, будет Латинская Америка. Потому что Аргентина – это вот почти северная Европа, ну, Европа, Европа, да? А какие-то места – это, ну, не знаю, было ощущение, конечно, что я в Америке. То есть разная социология, расовая, культурная структура очень всё отличается. Даже между Кубой и Санто-Доминко. Причём я не говорю про социальную систему, которая радикально разная. Даже, вот, видите, там поведение людей будет разным, да? Культура поведения отличается. Хотя вот, вот, рядом, да? Через дорогу, как говорится. Вот, поэтому про политику. Конечно, в той или иной мере были все популисты. Все. Вообще вся латиноамериканская политика – это популисты. Раньше была такая теория, что латиноамериканская политика – она популистская, потому что там классы не оформлены, социальные структуры такие вот нестабильные, институты слабые. А вот в Европе, поэтому политика такая предсказуемая, институциональная, стабильная, классы тоже, ну, как бы, жёстко структурированные, по Марксу или по Веберу, неважно, да? А сейчас Европа становится похожа на Латинскую Америку. То есть 25 лет неолиберальных реформ привели к тому, что не Латинская Америка арпизировалась, а Европа латиноамериканизировалась. Этому точно бросаются глаза. Кстати, вот при разговоре с Латинской Американцами мы это обсуждали, они тоже заметили. Кто вот ездит в Европу часто, оттуда, говорит, странно, что происходит в Европе, похожее на нас. То есть похоже на нас. Это что касается общего. Значит, про политиков. Очень интересное сравнение Эквадора и Венесуэлы. Почему? Потому что, вот действительно, где роль политической элиты, политического класса? В Венесуэле, где было больше ресурсов, ставка была на традиционный популизм, на ту самую экономику раздатка. Я вообще делю какой-то термин, который у нас вводится, что у нас как бы экономика раздатка. У нас вообще не существует экономика раздатка, как экономическая система. Но как политика, да. То есть мы получаем нефть, теперь распределяем ресурсы так, чтобы бедные немножко подкормились. Но я помню, когда мы, опять же, там в Венесуэле сидели и в Каракасе обсуждали с командой Чайоса, многие вещи видели, что они сопротивляются любым попыткам структурных реформ. Когда им кубинцы, говорили, кстати, европейцы, включая вашего собеседника, говорили, вы должны что-то сделать, чтобы структурно изменить ситуацию. Чтобы не просто там помочь бедным, а для того, чтобы просто изменить образ жизни. Вот снесите под бульдозер фавелы, постройте нормальные дома, построите какую-то инфраструктуру, создать новые рабочие места именно там. Они говорят, нет, но зато мы теперь в фавелах так все сделаем, что там телевизор у людей появились, стиральные машины люди ставят, электричество провели. То есть вот такая же фавела, но с электричеством. Раньше не было электричества, или там они воровали раньше, да? Они там, ну, воровали очень успешно, кстати. Но их периодически ловили и отключали. А теперь официально провели электричество и денег наберут. Ну, как раз вообще нет. То есть все то же самое, как раньше, только вот раньше вы воровали, а вас отключали. Теперь вы легально забираете бесплатно и вас никто не трогает. Все счастливы. Вот. Но фавела осталась фавелой, образ жизни остался таким же. Отношения социальные не изменились, ничего не изменилось. И это вот Венесуэла. А в Эквадоре там другая ситуация. Во-первых, поразительная вещь, вот насколько Чавес систематически удалял всех сильных интеллектуалов, которые могли сказать нет. Чавес разгоняет старые коррумпированные профсоюзы и создает новые профсоюзы, по-настоящему рабочие и классные. Что происходит через несколько лет? Лидеры этих профсоюзов говорят нет, Чавес. Но они начинают оставить права рабочих. Что делает Чавес? Зачищает эти профсоюзы, подчиняет их уже новой власти. Убивает профсоюзное движение, которое было одной из его опор. Вот наглядность. Венесуэла, это одна ситуация, Эквадор. Правительство КРЭО совершенно по-другому все ведет. Оно не боится идти на конфликты, в том числе и сейчас со своей социальной базы. Но конфликт открытый, внятный, публичный. Спорит. Кстати, леваки все время их поносят. Что вот, индейцы требуют, а вы не поддаётесь на требования индейцев. А вот там в фавелах люди чем-то недовольны, а вы говорите, мы не можем это сделать. приходите говорите как вот эти люди чувствую себя преданными нет не чувствую себя преданным то что ними честно говоря они могут чувствовать себя недовольными может быть даже обижен но не при этом точно как педро паэс который крупнейший экономист его отодвигает какой-то момент поста министр экономики потому что тоже он говорит нет президенту пожили несколько месяцев без него понимаешь вообще-то человек нужно возвращать обратно то есть он другая культура поведения гораздо более демократическая гораздо более открытая так сказать прозрачная и результат то что все начинает институционализировать человек пытается до конца жизни быть президентом любой ценой коррел говорит все мой срок ушел закончился вопрос я уезжаю к родне швейцарии вместо меня будет ленин ленин морал который стрелку побеждает на выборах открытых честных правильных выборов и в итоге эквадор оказался той страной где вот этот правый поворот был остановлен соответственно логика очень просто нужно институционализировать систему и нужно создать систему прозрачных честных политических отношений внутри левого планта то что как раз популисты конечно не любят но вот видите эквадори смогли преодолеть вопрос еще можно вас потом по поводу того что создание общества социального который сможет направить свой взгляд на решение как ну того что мы решить с чем стоит ознакомиться какие позитивные примеры что мы можем взять из которые существуют я думаю по поводу ознакомиться уточню что стоит прочитать они сказали что нам нужно придумать какие-то как бы законы общее которым наше социальное общество может объединиться вокруг которых и мы сможем их преследовать и тем самым производить изменения это у нас довольно много книг написано слава богу если говорить о книгах или вы имеете ввиду конкретные опыты если сложно две книги и какие-нибудь я вам все-таки насколько да это очень скучно но все-таки общей теории кейс дженнелфер общей теории кейнса как раз общей теории занятости проценты и денег кейлса конечно все-таки надо читать это классическую книга к ней можно по разному относиться но это фундаментальная книга из не марксистской литературы такой вот так же как и новое индустриальное общество гелберт из старой классики гелберт еще 30-х годов кейнс 30-х годов а гелберт еще 30-х годов две толстые книги скучноватые конечно но если потратить время через них пробиться там много очень интересного найти вот из-за без нового из я бы на почве посоветовал свою политологию революции прочитать тоже среди прочего но к ней очень много в действительности есть государство революции не шучу это очень важно это казалось бы такая классическая книга и перечитывать очень даже бывает полезно потому что не только в ответы но то есть дает подсказки очень интересно но если говорить о социальном государстве большая литература есть горн терборн опять-таки очень немаловажный автор на мой взгляд то есть литература мете если говорить о практике то очень интересно смотреть на те последние попытки прогрессивного социал-демократии которые были в европе под самый занавис то есть это например фирляндия начала 90-х годов но последний такой вот яркий всплеск настоящий прогрессивный социал-демократии поэтому есть целый ряд работ в основном по-английски когда например финляндию создали вот эту государственную компанию citro которая на мой взгляд до сих пор является образцом ну я не сказал бы социалистической но безусловно прогрессивной гос капиталистической компании такой вот открытый транспарентный подотчетный когда там когда эту компанию создали она должна была создавать условия для возрождения финляндии как индустриальной страны потому что после краха ссср финская индустрия фактически оказалась без рынков и нужно было пересоздать всю финскую промышленность где-то была специально создана компания по стратегическому развитию но она должна была работать не просто как венчурная компания тоже государство она должна работать как компания под социальным контролем то есть жесткие правила очень низкой зарплаты менеджера одно из принципиальных условий квоты четкие сколько там женщин сколько каких регионах нужно работать то есть гендерные там возрастные и так далее ограничение правил экологических куча ограничений то есть вы не можете просто инвестировать деньги чтобы максимизировать прибыль каждая ваша инвестиция проходит вот сложнейшую публичную проверку на соответствие социальным демократическим там каким-то гендерным этическим нормам причем публичным через публичность не тоже приходит какая-то комиссия тройка проверяет вас да это все и когда ее создали то многие люди и скандинавии а уж тем более континентальной европе это просто не может работать вот компания таким образом устроена не может работать в принципе потому что она не ориентирована получили прибыли а ее задача в том числе была пополнить бюджет финляндии которая имела очень большие долги на тот момент замечу еще одно очень важное обстоятельство что финляндия в этот момент не просто имела огромные долги огромный бюджетный дефицит она столкнулась очень мощным давлением финансового сообщества которое требовало сокращать социальные расходы и прежде на образование здравоохранения и региональную поддержку регионов которые были по мнению экспертов завышены что сделало в этом финское правительство оно увеличило эти расходы причем в некоторых случаях в разы ну и вот создал эту саму Ситро ну Ситро работал с безумными идеями абсолютно безумными например они взяли компанию которая производила шины компания была на грани банкротства и предложили на основе этой компании сделать вы не поверите что производство мобильных телефонов компания это была Нокин Тайерс который вы здесь знаете она по поводу Питера существует и когда они эту идею обсуждали она казалась все-таки сумасшедшей вот ну правда надо сказать одну вещь что деньги то они вложили государственные государство деньги назад получило отбило полностью инвестиционный кредит но компания то была в итоге частная то есть задача Ситро не была в том чтобы преодолеть капитализм Финалитии задача Ситро была в том чтобы демократическими социальными методами спасти капитализм Финалитии что они гениально сделали как настоящий социалдемократы что они сделали они в помощи социалистических методов спасли финский капитализм на тот момент но показатель что метод рабокателитии через какое-то время дефицит был покрыт с долгами Финалитии расплатилась Ну и прочее, прочее. А что, вы теперь говорите? Последний вопрос. Как вы думаете, если бы, например, мы проводили бы такие же масштабные митинги, ну, например, когда там была проблема с дальнобойщиками, если бы мы выявили бы такие стандарты перед государством, ну, мы просили, что, например, когда школа строится, были бы такие вот ориентиры, если бы наши митинги были бы столь массивные, так же, как против коррупции, какая могла бы быть реакция от государства? Ну, я думаю, что все придет, все поэтапно нужно развиваться. То есть сейчас, действительно, вряд ли, например, удастся сразу же с сегодняшнего дня на завтра мобилизовать движение под конкретно социальные условиями в таких масштабах, просто потому что социальные требования сейчас все-таки очень локальны. Может быть, они правы. Но беда нашей стоит в том, что у людей не просто низкая солидарность, а в том, что каждый пакет социальных требований воспринимается как специфический, локальный, и люди не вполне понимают связи его с другими. То есть сейчас задача стоит в том, чтобы налаживать взаимодействие, мосты, так сказать, устраивать, и объяснять людям взаимосвязь между одной ситуацией, другой, да, третьей, четвертой. Понимаешь, что не просто технически там нужно помочь другим, да, что это единое дело общее. Когда это получится, то действительно появляется основание не просто для того, чтобы давить на государство, но для того, чтобы появились устойчивые организованные силы, которые превращают это в программу. Программу продвигают. И в какой-то момент просто берут власть на местах. Потому что, так или иначе, я абсолютно не уверен, что у нас все так предопределено. В конце концов, даже вот уже сегодня ситуация с пятиэтажкой в Москве создала абсолютно беспрецедентный расклад. Когда в городе, таком как Москва, который, ну, наверное, самый не солидарный город в Европе, понимаете, вообще, да, люди взяли и начали просто знакомиться друг с другом. Они годами не знали, кто они живет на той же площадке, на той же лестничной клетке. Они не общались. Ну, где-то общаются, во многих случаях не знакомы. Сейчас они обошли друг друга, перезнакомились, договорились, стали выходить вместе. На следующем этапе уже сейчас говорят о том, что мы будем выдвигать своих людей в сентябре на муниципальных выборах в муниципальном советнике. Более того, я уверен, что очень многие из них пройдут. Дело даже не в этом. Ну, ладно, пройдут люди. Что он пройдет? Даже защитить пятиэтажку. Что он будет четыре года сидеть и делать? Вот кроме этой пятиэтажки, да, в этом микрорайоне пятиэтажек, которую он должен защищать там. Ну, он героистически будет их защищать. За свои пятиэтажки встанет, так сказать, горой. Я не сомневаюсь, что нельзя всех подкупить, коррумпировать. Их будет много, да? Вот они героичные защищают пятиэтажки. А что еще? Ты сейчас четыре года будешь сидеть и только пятиэтажками заниматься? Этого не должно быть. Значит, нужно с ними работать, нужно объяснять, что ребята, если вы занимаетесь пятиэтажками, надо заниматься и детскими садами, и транспортом, и пенсиями, а если вы занимаетесь пенсией, надо заниматься потом уже социальной, экономической политикой. Хотя бы ее понимать, да? Хотя бы понимать взаимосвязь. И я думаю, что это первый шаг для того, чтобы начались перемены на местах. Но, понимаете, когда создавались первые советы во время революции 1905-го, вы что думаете, люди были намного компетентнее? Понимаете? Учились? Их учили, они учились. Мой вопрос связан с индустриализацией. Поскольку, ну, как бы сообщений не было об этом, насколько есть у нас сейчас в нашем распоряжении исследования о структуре современного российского рабочего класса? О том, как это развивается, какие тенденции, работают, известно ли вам, работают ли вообще над этим социологи? Поясню, чем вызван мой вопрос. После 2014 года, с началом контрсанкций, по крайней мере, в Питере, мы видим действительно привлечение новых молодых наемных работников на производство, связанное с сферой ВПК. Мы видим там достаточно, может быть, локальное, но серьезное финансирование со стороны государства оборонным заказом. И, что самое показательное, Шмаков, ну, как бы мы ни относились к нему и ФНПР, добился по линии Народного фронта от Путина обязательства, что оборонные заказы государства получают только те предприятия, где есть профсоюз. Нет профсоюза, нет финансирования. И теперь там везде вот на этих предприятиях возникают профсоюзы, пусть даже и ФНПРовские. Соответственно, появляются люди, которые реально являются рабочими, наемными работниками, промышленными пролетариатами, как угодно назовите. И есть ли какие-то исследования о структуре современного российского промышленного пролетариата в целом по стране, в каких-то крупных городах? Если вам известны они, то скажите, к кому обратиться? Ну, в таком масштабе, как это делалось в советское время, конечно, нет. Кстати говоря, очень любопытно, что одним из лучших специалистов по советскому рабочему классу, причем не идеологов, а именно реально социологов и исследователей, был Нарин Гордон, который потом стал таким ультралибералом. Вот книга Гордона и Клупова, книга классическая, в общем, по-своему. И вне зависимости от того, что с этими людьми случилось потом. Так вот, сейчас таких масштабных исследований я не знаю. Локальные исследования делались. Они отражают очень высокий уровень фрагментации. Появление, фактически, нескольких параллельно существующих рабочих классов в России. Ну, выявляют, по крайней мере, то, что делали для КТР. В том числе и мы делали. Но, повторяю, у нас масштабы очень маленькие были. Поэтому говорить об этом сопоставимо с тем, что Гордона и Клупова делали в советское время, невозможно. Понимаете, это не просто труба пониже и дым пожиже, но просто несопоставимо. Но, тем не менее, смотрите, что появляется. Во-первых, как минимум три группы предприятий, три группы рабочих. Первая группа – это деградирующие старые советские предприятия. Как правило, пожилые рабочие предпенсионного или уже пенсионного возраста. Очень апатичные, при этом зачастую высококвалифицированные. Зачастую, кстати, хорошо образованные, но политически, социально абсолютно беспомощные. Он тип советского рабочего, который привык ожидать, что государство о нем будет заботиться. Он будет честно трудиться, честно, хорошо трудиться. Это не суны и так далее. Те, кто остались на заводе, любят свои заводы, кстати говоря, но бороться не в состоянии. Может быть, если найдете в интернете, там есть мое видео, два мира российского рабочего класса, где вот записано интервью на старом и на новом заводе. Второй завод, который в той же Калуге мы тогда писали, это Volkswagen. Это завод с молодыми рабочими. Кстати, многие пришли из деревни. Ну, что характерно для Калуге, это не для всех регионов. Характерно, где еще есть деревня, откуда приходить. Там рабочие относительно молодые, динамичные. Кстати, четко видно такое базовое классовое сознание тридемианистское. Мы – они, капиталисты, мы – рабочие, готовность к забастовке, готовность к защите своих прав. Не более, правда, чем чисто тридемианистское, никаких дальнейших идей нет. Но вот четко понимаем, что они им дадут то, что мы у них отнимем. Если что-нибудь не будем требовать, то они им не дадут, надо бороться. Понимание борьбы есть. Но, обращаем внимание, что это за производство? Это гораздо менее сложное производство, чем то, что… Горочное. Да. Это отвертки. Это отвертки. Это очень примитивное производство. То есть это то, что в Латинской Америке называется макелазор. И вот третья категория, которая наименее понятна и наименее изучена, это как раз оборонка ВПК, где сначала шла деградация по первому сценарию, но она не дошла до полного распада, и сейчас некая, так сказать, новая кровь появляется и некий новый импульс. То есть последние уже примерно четыре года идет оживление предприятий ВПК, причем не только по линии того, что появились деньги и немножко кожевое производство, причем, кстати, не только оборонное, но вообще все по всему комплексу. Ну и появились молодые рабочие. Начало немножко повышаться квалификация вот этой молодежи. То есть вот это начало происходить. Что там дальше, не знаю, потому что это вот черный ящик пока. Там никто исследование не проводил. Я скажу больше. Я вместе с коллегами встречался с Халманских где-то уже два, по-моему, с лишним года назад, где мы как раз надеялись, что будет возможность немножко поработать над этими предприятиями, но, в общем, может быть, они по-своему права больше всего нас не пустили. Это было по-своему логично. То есть решили щуку в реку не бросать. Так что дальше мы не продвинуем дальше общих разговоров. Да, пожалуйста. Вот вы все время писали про Джереми Корбина и вот про изменения в либарийской партии. Как вот, с того времени прошло сколько, полгода, даже больше? Почти полгода. Что сейчас можно сказать о перспективах и самого Корбина, и самой партии? Знаете, я вот в последние буквальные дни прочитал два текста, оба написаны моими друзьями и коллегами, которым я очень доверяю, и абсолютно взаимоисключающие. Оба очень убедительные. Поскольку давно там не было, не могу сказать, своего собственного опыта, но вот две точки зрения. Одна точка зрения состоит в том, что Корбин, на самом деле, выкрутился из своих трудностей, которые у него возникли после Брэкзита, когда он занял явно неправильную позицию, неправильную, исходя из своей собственной даже логики. Дело не в том, что он был за Брэкзит или против, то есть, конечно, надо было быть за Брэкзит, но проблема даже не в этом, а в том, что если бы он был, скажем, идейным противником Брэкзита и выступал бы против выхода и проиграл бы, это понятно. Но он был идейным сторонником Брэкзита, выступил при этом против, поддавшись давлению правого крыла собственной партии и проиграл при этом, понимаете. После чего его пытались еще снять. То есть это был абсолютный кризис и, в значительной мере, потеря, если не легитимности, то потеря уверенности среди его сторонников очень серьезных. Вот первая точка зрения, это точка зрения Джона Риза, которая доказывает, что Джереми выкрутился, что он восстановил легитимность, восстановил доверие и авторитет благодаря решительным действиям после Брэкзита, благодаря тому, что он дальше сделал, что дальше уже, так сказать, перестал колебаться и шататься, если пошел туда, куда хотел, то есть он извлек урок, то есть он понял, что нужно быть верным самому себе, и реконсолидирует партию, и вполне возможно, что вот так, если будет вести компанию уверенно, твердо, как он это делал внутри партийной компании, то он может даже выбрать общий выбор. В противоположной точке зрения, от другой группы его же сторонников, это галлютейн Марксис Лейбор Краути, который говорит, что ситуация абсолютно безнадежна, потому что для того, чтобы реально реконсолидировать позицию, для того, чтобы подготовиться и выиграть, нужно больше времени, что вот тот момент потери контроля, который имел место в Брэкзите, он, конечно, преодолен, но этого совершенно недостаточно, чтобы выиграть выборы, а поскольку выбор он не выиграет, то он не сможет консолидировать свою позицию и его добьют. Но мне кажется, что здесь самое интересное, что очень многое зависит действительно от личности. И не от одной личности, а от, я бы сказал, коллективной личности. То есть взять Джереми Корбина не как одного замечательного мужика, но просто как воплощение некоторых вот таких вот живых сил ливаристской партии и определенного типа людей, которые вокруг него сплотились, то вот посмотрим, насколько они справятся с этой ситуацией. Потому что это действительно очень драматический вызов, то есть у них очень мало времени, они за оставшиеся где-то полтора месяца, да какие полтора, через месяц небольшой, выбор 6 июня, они должны абсолютно фундаментальные проблемы решить. То есть они не просто должны объехать всю Англию и каждому буквально человеку объяснить, что происходит, но поднять вот эту волну уверенности в возможности перемен и, так сказать, на гребне этой волны подняться. Я не уверен, что им это удастся, но при этом сказать, что у них нет шансов, я тоже не готов. Мне кажется, что это тот момент, когда очень многое зависит от их энергии, от их внутренней уверенности, от того, насколько они смогут донести свои идеи, и тогда мы это увидим. Скажите, я помню, всегда на 8-м собирались антиглобалисты и так далее. А сейчас было что-то, совсем ничего не слышно. Каково сейчас состояние вот этого такого протеста антиглобалистов и альтеры? Ну, проблема в том, что эти движения распались уже примерно к 8-му году. И распались совершенно понятно, почему кризис ушел в сферу национальной экономики. И ведь одна из ключевых идей антиглобализма или антиглобализма была в том, что мы не занимаемся политикой. Мы протестуем, мы доказываем неправильность существующего порядка, мы предъявляем его моральный счет, мы предъявляем его интеллектуальный счет, мы показываем, что баба-яга против, как известно, но мы не занимаемся политикой. Мы не претендуем на власть, мы не ведем борьбу за власть. И, кстати, очень гротеско я на форуме принимал, потому что по крайней мере два раза в жизни я видел ситуации, когда город был в руках у протестующих, реально был в руках протестующих. И оба раза это было очень странно, потому что это было в Праге в 2000 году, когда после практически шести часов сражения, прям настоящего сражения, полиция была побеждена, причем была побеждена за счет именно тактического превосходства протестующих. То есть вот того, что они лучше маневрированы, были лучше организованы и так далее. Полиция была дезорганизована. И вот по всем закрытым улицам, которые были запрещены для марша, пошли толпы людей. То есть они были закрыты, запрещенные улицы. Все, после шести часов улицы были открыты, и вот эти толпы просто вывалили на улицы. А что дальше делать-то? Ну вот мы идем по улицам, идем куда хотим, а куда пойдем дальше. Мы блокировали оперу, сорвали спектакль в опере, где должны были все эти злые bad guys сидеть. Они не попали на оперу, так и не послушали они Моцарта. Спектакль не состоялся. И дальше что? Второй был аналогичный момент в Ростоке. Блестящая организация, все прекрасно работает. Причем, надо сказать, это была уж не чешская полиция, это были немцы. Потому что воевать с чешской полицией, это было одно удовольствие. Одно дело, что их, конечно, тренировали немцы тоже, обучали несколько лет, как потом мы узнали, готовили для этого сражения. Обе страны готовились, примерно два года. Полицию чешскую немцы и американцы готовили тоже специально. Но это были Чехии. А другое дело немцы, немецкая полиция. И протестующие, в основном, немцы. Диахсты колонны махшир, дицвайты колонны махшир. Организация блестящая. Мы ночью выходим из лагеря, Командиры подразделения открывают запечатанные конверты. То есть, никакого телефона, никакого интернета, да? Все можно перехватить. Нет, запечатанные конверты. Вскрываются в нужный час. Там маршрут следования. Его, естественно, не знает полиция, не знает штат. Перфассум шутц, так сказать, теперешнее немецкое. Вот. Значит, дороги перекрыты через несколько часов. То есть, там маневрировались совершенно феноменальнее было. Значит, представьте, поле, лес, дорога. То есть, дорога, потом поле и в глубине леса. И в поле еще стоят эти мельницы современные, эти ветряки. И вот из леса на поле вдруг выходят шеренги. Вот это как, не знаю, было ощущение, как у Дорчука, Батерлова вот эти шеренги. Вот эти шеренги начинают ходить. И почему они идут, солнце у них восходит за спиной, то есть это потрясающее зрелище. Идут стройно очень. И потом вдруг раздается команда за примерно 30 метров. Потому что шеренгу на шеренгу они идут. За 30 метров эти шеренги вдруг резко перестраиваются в три свиньи. Чисто по-немецки. И такими вот свиньями прорывают колонны полицейских. И потом бросаются вперед. Причем у каждого из них еще оказывается мешок, такой джутовый мешок, набитый соломой, который используется. Потому что нельзя бить полицейского. Он тебя может бить, ты его бить не можешь. Но у тебя есть защита, у тебя нищеты. У каждого такой мешок с соломой, с помощью которого ты можешь защищаться от ударов и расталкивать локтями. Не нанося самым ударом, а расталкивать полицию локтями. И две из трех свиней прорывают шеренги полицейских, проходят и открывают дорогу. И уже через полчаса построены баррикады. То есть все оборудовано. То есть блестящий уровень организации. Просто дух захватывает. И к вечеру вот этого дня все, полиция тоже начинает отходить. И мы идем по улицам. А то людей идут, поют какие-то революционные песни, проходят мимо муниципалитета. И я стою с одним из руководителей штаба и говорю, ну все, значит сейчас мы можем взять власть в городе Ростоке. Он говорит, да, но я не знаю, что мы с ней будем делать. Видите, в этом все эти глобалистские движения. То есть вы можете сделать блестящий протест. Вы можете победить полицию. Вы можете перекрыть дорогу. Но и что вы будете делать дальше? Поскольку нет политики, нету программы, нет принципиально самой идеи борьбы за власть, то все это заканчивается в тот момент, когда солнце садится и все расходятся по домам. Красивое зрелище, прекрасный героический опыт и, значит, good bye. Все, пошли спать. То есть идеологи, организаторов сейчас таких нету, да? Нет, есть, но дальше нужно переходить к политике. Тут выяснилось, что очень многие, даже сами идеи, они же препятствовали этому. Потому что одна из ключевых идей антиглобалистской этики была в том, что вот власть это зло, да? Понимаете, вот власть это они, вот эти вот полицейские в черном шлемах. Дарт и Вейдеры, как их называли. Ну, мы теперь их называем космонавтия, да? Я-то их увидел в Праге еще, когда у нас они только появлялись. Вот, это вот они, это зло, это власть, это политика. Мы против этого всего, да? А, знаете, а как, вот возьми власть, что ты возьмешь власть? Тогда эти все полицейские тебе будут подчиняться? Это же зло, это нехорошо, это не должно быть, да? Это по ту сторону твоих представлений. И даже вот какие-то минимальные протестные действия постоянно обсуждались, когда говорили, то ни в коем случае нельзя нанести урон какой-то... Ну, кстати, правильная идея, что нельзя нанести физический урон полицейскому, да? Ни в коем случае никаких телесных повреждений не должно быть. Если они нас бьют, то, так сказать, это зло, да? Они злые, они нас бьют. Но мы добрые, мы не должны их бить, даже если они нас бьют, да? И вот момент был в Праге, когда во время штурма Вышеграда, бывшего здания ЦК партии, там так тактически все было сделано, что полиция пустила сверху холма светоточивый газ. Толпа тут же ступила, а газ, черт побери, поднялся вверх по холму, проник в уже открытые двери Вышеградского здания, бывшего здания ЦК партии, и потравил делегатов съезда Международного валютного фонда и Всемирного банка. И вот потом вечером была дискуссия, а вот допустимо ли было с нашей стороны, что вот, ну, фактически мы это устроили, да, потому что двери во время штурма были открыты, а потом отступили, да, как рассказывают, началось использование газа. Ну, ведь не мы же их потравили, да, это полиция сама же их потравила газом, да, но, в общем, мы это подстроили, все-таки, наверное, мы нехорошо поступили. Вообще-то, наверное, было не очень нравственно, что вот эти бедные банкиры, что они все-таки вот нанюхали следаточивого газа, который для нас вообще-то предназначался. Вот я слышал влечь в эти дискуссии, понимаете? То есть, Вы можете сказать, что рубежом стоит задача создавать ли очередной интернационал или нет? Нет, рубежная задача это организовываться ли для политики и организовываться ли для борьбы за власть на следующем этапе. Ну, пока, там, к счастью или несчастью, это вопрос не стоит, да? Борьба за власть. Ну, да, ну, да, но и все равно эта борьба за власть не в смысле, что вам обязательно нужно стать самим властью, да? Но все равно мы сталкиваемся с этими вопросами, да? И это же проблема, в том числе и моральная, да? Действительно, это вот все очень выглядит наивно и так, по-детски, но ведь за этим стоит очень чистое сознание, очень такое гуманное сознание. Ну, то есть, надо понимать, что чем больше Вы втягиваете в политику, тем больше у Вас будут вопросы морально тяжелые, да? И с таким, так сказать, держать на чистом прекрасном состоянии всегда можно остаться, так сказать, безупречным в реальной политике, да? А где граница? А вот один раз приступили, вот, а может потом уже вообще не остановитесь, да? Вот где провести границу? Это очень много вопросов. А чем сейчас эти люди заняты с такими прекрасными состояниями? Ну, те, как я это, что со мной спорил в Праге, я не знаю, вот это просто две немецкие девочки были, вот. А так, в принципе, конечно, они в некоторой дезориентации находятся, потому что, ну, можно сказать, что, кстати, есть и другая дезориентация, есть так называемый черный блок, который, наоборот, обожает драться с полицией, кидаться камнями и прочее, да, в противоположной части движения, который, на мой взгляд, наоборот, такую же агрессию радиагрессии культивирует. А они-то как раз в полном порядке, вот, они как ходили с камнями, пидались камнями, там, поджигали банки, так они их поджигают. А вот гуманная часть, она сейчас в некотором расстройстве, потому что с гуманными методами не очень получилось, а вот, что делать дальше, непонятно. Но, нет, в Англии, да, они все укормлены сейчас. Там, где есть куда войти, да, если есть политическая альтернатива, куда влиться, ну, они все, не все, но в большую часть вливается. А там, где нет, там они рассеиваются. Рассеиваются, там, не знаю, в чем занимаются. Диссертации пишут, может быть. Ну что ж, мне кажется, что на все вопросы мы уже более-менее ответили. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.